Я тебя поздравляю с победой. Всего самого лучшего. И так держать. Будем за тебя переживать и поддерживать. Спасибо большое. Дарим от души. Спасибо большое. Только что мы приехали вчера из Польши, с Кубка мира. Стали там в командах четвертыми. Немного не дотянули, но ясное дело, что после Копенгагена было очень сложно выступать. Поэтому попробуем так оправдаться, но на самом деле не знаю, что это или нет. Раз такие слова говоришь, значит все будет дальше только в рост. В этом я убежден, потому что есть анализ собственных моментов и все хорошо. Мы полностью в твоем распоряжении. А тебя хотел сказать результат, но нет, старание. А результат дело такое. Мы и в позитив, когда будет все и в негативе, это жизнь, это спорт. Всегда будем рядом и не будем говорить, что там так не выступило. Там нет, наоборот. Все будет хорошо. Мы за Харьков болеем. Будем болеть за тебя и будем развивать спорт. Будем общаться с тренером, чтобы тебя не отвлекать часто, не мешать. Я знаю, что у тебя тренер, который очень за тебя переживает. И мы все сделаем возможное. Скажем так, олимпийские игры среди неолимпийских. Это когда они? В 2017 году. В Ваврославе. А чемпионат Европы когда? Чемпионат Европы в мае. На всемирных играх будет органичный зачет. Будут команды, будут смешанные команды. И командами как минимум, и лично будем бороться. Господин Кириленко знаком вам, да, я понимаю? Михаил Евгений Черняк, это мой заместитель, который второй день уже ведет спорт. К сожалению, так сложилось, что все эти годы спортсменам уделялось внимание только в минуты победы. Мы это исправим. Мы это будем делать системно. Не только в минуты победы. Дай Бог, чтобы было больше. Просто по жизни. На нас рассчитывайте полностью, в полном контакте. Все, что нужно, все, что необходимо будет. Не стесняйтесь говорить, и там по возможностям все будем реализовывать. Договорились? Договорились. Да, вам хорошего настроения. Спасибо. Побед. Спасибо. И убежден, что все будет хорошо. Просто уверен. Когда спортсмен говорит те слова, которые сказали, значит, это будущий великий чемпион. Это мое мнение глубокое. Спасибо Ивану. Вам хочется большое спасибо сказать за поддержку, за королевский подарок. Потому что с матчастью тоже тяжело. И те стрелы, которыми Лена выигрывала чемпионат мира, это даже не она новые покупала. Мы нашли возможность, скажем так, в хорошем состоянии бэушные купить. Попасть в стрельбу из лука именно в Харькове. Потому что моим сокомандницам не так повезло. С поддержкой в их городах, в Киеве и Эльбове. Поэтому я действительно рада, что Харьков это спортивный город. И что в Харькове есть небезразличные люди, которые так поддерживают спорткал. Спасибо. До свидания. Перед поездкой на чемпионат мира в Копенгаген мы обратились к харьковским властям за помощью. И получили однозначный ответ, что да, будем поддерживать. Действительно, после такой поддержки абсолютно стало ясно, что действительно стоит туда ехать. Действительно, есть для чего туда ехать. И есть, что защищать. То есть, да, я действительно рада тому, что Харьков настолько небезразличен к спорту. Вот. И для меня это очень большая честь – стоять здесь. Попасть в этот спорт здесь. Когда выходили на золотой финал, то было гораздо легче осознавать то, что тебя поддерживают с твоей Родины. Что ты имеешь такую возможность представлять Харьков на мировом старте. Вот. И имеешь возможность стрелять в золотом финале. И тогда, конечно, уже выходя на рубеж, не оставалось сомнений в том, что ты можешь сделать хороший выстрел, и ты можешь сделать его в десятку. Так сложилось, что из министерства средства были выделены на федерацию. Но поскольку, как нам объясняют, федерация блочная только в этом году вошла в федерацию стрельбы из лука Украины, в принципе, то в начале года не рассчитывали на блочный лук и не закладывали на него финансирование. Ну, собственно, мы это выслушали, покивали головой, поняли, что нужно что-то делать иначе. Теперь же мы надеемся, что блочный лук все-таки заметят, и что на следующий год будет несколько легче с этим. Хотя, на самом деле, ну, знаете, как говорят, убитянка, тетянка, и далее по тексту. Вот. Поэтому, ну, не знаю, будем смотреть. Конкретно ставок, что вот за два года Лена станет чемпионкой мира, конечно, не было. Лена во многом превзошла и мои достижения, и ожидания кого угодно. Никто не мог сказать, что будет такой рост. Хотя по Лене изначально было видно, что человек координированный, человек умеет говорить, умеет следить за собой, человек достаточно целеустремленный. Поэтому была уверенность, что результат будет. По Лене было видно, насколько добавилась уверенность, когда нам пообещали поддержку, пообещали компенсировать затраты по участию в чемпионате мира. Ну, на сегодня могу сказать, что в других городах, областях такой поддержки нет. И изменение отношения областных властей к спорту, где-то городских, конечно, оно помогает. Когда есть поддержка, есть уверенность в том, что не просто занимаешься физкультурой, а готовишь детей для завоевания медалей, для поддержания чести страны. Это помогает. За это отдельная благодарность и нашему губернатору Игорю Райнину, директору департамента молодежи и спорта Виталию Кириленко, которые пообещали поддержку и свое слово сдержали.